Казахстанские мажелесмены всерьёз обеспокоены судьбой Каспийского моря. Крупнейший водоём мира считают депутаты на грани исчезновения. Всё из-за загрязнения нефтепродуктами и массовой гибели животных. Решить проблему, уверены народные избранники, поможет Центр научных исследований, который необходимо открыть. Чем он займётся и как, наверное, спасать бесточное озеро, узнавала Мираль Жахова. Массовая гибель тюленей и рыб браконьерства и загрязнения нефтью. Это далеко не все проблемы, которые влияют на будущее Каспийского моря. За последние 15 лет осадков в районе крупнейшего водоёма выпало меньше, чем испарилось. Поэтому происходит обмеление воды, говорят синоптики. Казгидрометии сообщили, что главная причина маловодности — потепление климата. В 2021 году отметка уровня моря составила минус 28 по Балтийской системе. В первом квартале 2022 года — минус 28,69. По прогнозу, уровень Каспийского моря в 2022 году составит минус 28 метров по Балтийской системе. Падение уровня бесточного озера имеет свои последствия. Прежде всего, негативные. Как результат, сократится территория обитания животного мира, опасаются специалисты. Минэкологии заверили, что сложа руки не сидят и уже предпринимают меры по сохранению тюлений в водоёме. Министерство заключило договор с компанией Казахстанское агентство прикладной экологии на разработку естественно-научного обоснования для создания государственного природного резерва по сохранению популяции каспийского тюленя. Они должны предоставить его в январе следующего года. А вот что касается загрязнения моря, то сейчас ведомство делает всё возможное, чтобы предотвратить разливы нефти. Однако, чтобы решить экологические проблемы Каспии, важно создать специальный центр научных исследований водоёма, считает депутат Айжан Скакова. В других прикаспийских странах такая организация давно существует, делится народная избранница. Потому что там загрязнения всё-таки идут, там идёт разработка нефтяных промыслов. И человек уже зашёл не только на береговую линию, мы знаем, разработка идёт в море. И те меры, которые у нас были разработаны ранее, даже те территории, которые называются охраняемыми в самом Каспийском море, они всё-таки сегодня должны быть пересмотрены. По мнению депутата, бить тревогу нужно уже сейчас. Иначе Каспийское море может повторить судьбу орала. За последние 16 лет уровень воды в нём опустился на полтора метра. Это, в свою очередь, может повлиять на экосистему в регионе и ударить по экономике страны.